На проходящем в Брюсселе саммите ЕС в Беларусь вспоминали чаще обычного. Здесь пристально следят за сообщениями о переброске в страну наемников ЧВК Вагнер после попытки военного мятежа в России. Мятеж, за которым мы наблюдали в выходные, показывает, что в российской системе есть трещины и разногласия. В то же время важно подчеркнуть, что это внутренние российские дела, и пока рано делать окончательные выводы. Также пока не ясно, сколько наемников ЧВК Вагнер окажется в Беларуси или других местах. Что важно для НАТО, так это то, что мы будем продолжать поддерживать Украину. В странах ЕС, граничащих с Беларусью, однако не скрывают своей тревоги по поводу развития ситуации. Итак, несколько слов о Беларуси. Вы знаете, мы соседи Беларуси, и мы крайне обеспокоены событиями в Беларуси. Пригожин, возможно, уже там. Я не могу утверждать это на 100%, но очень вероятно, что он уже там. Боевые группы, эти серийные убийцы, я их так называю, они могут появиться и в Беларуси в любой момент, и никто не знает, когда они могут создать нам проблемы. Конечно, мы очень настороженно следим за всем, что происходит в Беларуси с пригоженным и неизвестным количеством очень подготовленных и опытных бойцов, которые предположительно присоединятся к нему. Это действительно потенциально представляет угрозу. Скорее всего, это будет не фронтальная военная угроза, а угроза попытки проникнуть в Европу с неизвестными целями. Это означает, что нам необходимо повысить уровень осведомленности на границе и убедиться, что мы держим ситуацию под контролем. Накануне саммита президент Польши призвал НАТО обратить пристальное внимание на возможную переброску наемников в Беларусь. Мы знаем, что есть план, об этом говорил и Путин, перевести, по крайней мере, часть группы Вагнера в Беларусь, и это очень важный сигнал для нас. Мы считаем, что НАТО должно обратить на это внимание, потому что мы не знаем, какова цель этого перемещения, какой цели должны служить наемники группы Вагнера, де-факто российские войска в Беларуси. Служат ли они оккупацией страны, или они должны создать дополнительную угрозу Украине с севера, или они должны стать формой потенциальной угрозы для наших стран, стран НАТО, Польши. По словам главы МИД Литвы, попытка военного мятежа в России повлияла на решение о размещении в Литве постоянной бригады Бундесвера. Марш Вагнера, очень-очень быстрый марш, заставил всех задуматься. Что, если бы он был направлен не на Москву? Что, если бы их целью был Минск или литовская граница? Продвинулись ли бы они так же быстро? Наверное, да. Тогда все теории о том, что они сосредоточены на фронте, теряют смысл. На мой взгляд, это могло бы стать аргументом при обсуждении и принятии решения объявить о развертывании немецкой бригады в Литве. Канцлер Германии, в свою очередь, вспомнил о том, что Минск уже пытался дестабилизировать ситуацию в Европе. Мы должны внимательно следить за тем, что происходит в Белоруссии и в каком виде это происходит. В любом случае, есть ясность в том, что мы должны друг другу. В НАТО мы обещали друг другу поддержку. Любое нападение на территорию НАТО – это то, на что мы будем отвечать все вместе. И поэтому все могут на это рассчитывать. В настоящий момент наша задача – внимательно следить за тем, происходит там что-то или нет, как мы делали это очень внимательно и в прошлом, когда предпринимались различные попытки организовать дестабилизацию в Европе из Белоруссии. Белоруссия